Иисус достоинств и славы Мы с вами соберемся, чтобы праздновать 30-летие Церкви. Аминь. 30 лет, как Церковь Божия собирается здесь, в этом городе, как спасаются люди, как Господь приходит в жизнь людей. Это огромное событие. Давайте вместе соберемся в пятницу. В 16.00 будет открытие. В пятницу, 22 октября, в 16.00. И все три дня, пятницу, субботу, воскресенье, мы будем праздновать 30-летие. Мы будем ожидать от Господа. Мы будем благодарить Бога, потому что нам есть за что благодарить Бога. Аминь. Поэтому, если ты еще не взял у группы порядка вот эту закладку с расписанием конференции 30-летие Церкви, обязательно при выходе, когда будешь выходить, возьми и приходи на каждое служение. Это будет особенное время. Аминь. Мы приглашаем каждого из вас. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы сегодня открыли книгу Римлянам, 8 главу. С 12 стиха. Также сегодня, в это воскресенье, первый раз в нашей стране празднуется День Отца. Поэтому также поздравляю всех отцов. Слава Богу за каждого. Знаете, Отец – это не только тот, кто родил детей, а Отец – это тот, кто вкладывается в судьбу людей, кто вкладывается в их жизни, кто хочет, чтобы их жизни изменились. Может быть, у тебя нет детей, но вокруг тебя в Церкви много тех, кто нуждается в твоем отцовском сердце. Аминь. Отец – это не только тот, кто имеет детей, а Отец – это тот, кто имеет детей в своем сердце. Аминь. Римлянам, 8 глава. С 12 стиха я прочитаю. Апостол Павел вдохновляет и пишет такие слова. Послание римлянам. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умешляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, вводимые духом Божьим, суть сыны Божьим. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, санаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от тлению, свободу, славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы, сами имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему и надеется. Но когда надеемся то, чего не видим, тогда ожидаем терпения. И так же и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Интересно, что здесь Слово Божие говорит о том, что мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники с вами того, что есть на этой земле. Жить по плоти – это жить так, как живет этот мир. И мы не должники сегодня этому миру. Мы не должники сегодня нашей плоти, нашим каким-то амбициям, тому, как мы жили раньше. Мы не должники, потому что здесь написано, что Бог искупил нас. Ибо если мы живем по плоти, то умрем. Наша плоть, она, знаете, она не хочет молиться. Наша плоть, она не хочет идти в Дом Божий. Наша плоть, она привыкла к тому, чтобы расслабляться. Ей нравится отдыхать, она всегда устала, ей всегда некогда. Ей не хочется того, не хочется этого. И написано, если человек идет на поводу своей плоти, то плоть ведет человека к смерти, к гибели. Но написано здесь интересно, что, а если духом умиршляем дела плотские, то живы будем. Что значит духом умиршлять дела плотские? Другими словами, наш дух – это наш внутренний духовный человек, который желает иметь общение с Богом. Другими словами, молиться. Наш дух, он ведет нас к молитве. Наш дух ведет нас к Творцу. Наш дух желает иметь отношение с Ним. И здесь написано, что мы должны духом умиршлять дела плоти. Другими словами, мы должны позволить Богу наполнять нас таким образом, чтобы наш дух начал расти, чтобы наш дух был намного больше, чем наша плоть, чем наши желания. Он должен, как однажды один человек сказал, что я в тысячу раз внутри больше, чем снаружи. По одной причине, потому что Божье присутствие, Божья любовь ко мне, она делает меня сильнее. Общение с Богом делает меня сильнее. Общение с Ним делает меня способным побеждать дела плоти. И написано, что сей самый дух, написано, потому что вы не приняли духа рабства, 15 стих, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче, этот самый дух, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Дух Святой, касаясь твоего и моего духа, он начинает свидетельствовать и говорит, ты сын Божий, ты дочь Божья, ты должна общаться, ты нуждаешься в общении со мной, и я хочу, чтобы ты открыл свое сердце для общения, для разговора, для молитвы. И написано, которым взываем Ава, Отче. Ава, Отче, это дорогой папочка, любимый папочка. И это не просто слова, это не просто какая-то нежная такая фраза, а это глубокие отношения с Богом, когда человек способен это сказать. Мы жили раньше, нас никто не учил любить, нас никто не учил, как относиться к людям, нас никто не учил, как правильно относиться к жене, нас никто не учил, как правильно относиться к детям своим, нас никто не учил, как правильно относиться к людям вокруг нас, к начальствам, властям, но Писание четко учит и вдохновляет нас, как мы должны это делать, Но мы выросли, многие из нас выросли, не зная Бога. И мы не видели правильных отношений отца к матери или мужа к жене. Мы не видели правильных отношений, и мы росли, видя то, что мы видели. И именно это формировало внутри нас вот это неправильное такое поведение. И мы не можем выражать друг другу слова любви, мы не можем друг друга вдохновлять, поощрять, прощать. Мы не можем, потому что мы не видели нигде пример в своей жизни этого. И поэтому, когда приходит время, когда есть время и когда есть моменты выражать друг другу любовь и благодарность, мы не можем этого делать. Мы не способны. И когда мы приходим к Богу, для нас вот эти выражения, любимый папочка, дорогой папочка, оно для нас какое-то режущее ухо, какое-то неправильное, непонятное. Для нас зачем вот эти нежности непонятные? Но именно Писание говорит, что Дух Святой, Дух Божий, касаясь нас, ведет нас в молитве, в поклонении. И Он приводит нас к тому пониманию, кто Он есть для нас. Я помню, когда я еще не знал Бога, мама мне часто проповедовала, говорила об Иисусе. Она говорила о том, что Бог открывал ей, и я слышал это, но до моего сердца это не доходило. Это как, знаете, как горох об стену, как говорят, да? Но когда я пережил встречу с Богом, когда, молясь, ища Его лица, прилагая усилия, чтобы встретиться с Ним, Бог пришел в мою жизнь. Бог открылся, Бог начал говорить, и Слово Божье стало оживать в моей жизни. Я пришел домой. Я помню, я сел на кухне, мама налила суп, и я начал говорить ей те откровения, которые Господь вкладывал в мое сердце. Я говорил, слушай, здесь написано вот так. И я начинал это место говорить, свое откровение по этому месту Писания, что Бог открыл сейчас, что Бог показывает в этом месте. Она говорит, знаешь, я это знала. И я такой, как ты это могла знать? Мне только что Бог открыл. А она говорит, я тебе не один год говорю об этом. Как? Ты мне такого не говорила никогда. Ну как? Ну как? Я говорил о тебе, сын. И до меня начинает доходить, что и она имеет точно такие же отношения тесные с Богом, что и я. И Бог говорит в наши сердца. И написано, Духом Божьим, Он, здесь написано, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему. Дух Святой побуждает нас к молитве. Знаете, иногда кто-то подходит с нуждами, со своей нуждой, проблемой, ситуацией, начинает ее рассказывать. Ты понимаешь, что у тебя нету достаточно мудрости ответить, у тебя нету достаточно понимания, как быть в той или иной ситуации, как правильно. И ты говоришь, слушай, я буду молиться за тебя. И человек начинает немножко где-то в своем сердце как-то вот, ну, молиться, просто молиться. Да, я буду молиться. И как бы, и ты понимаешь, что вот эта молитва, отношения с Богом, они где-то у человека умолены. Потому что, когда ты говоришь, я буду молиться, это то, что должно, наоборот, вдохновлять. Спасибо, молитесь за меня. Ходатайствуй, сходатайствуй тебе пред Богом за мою жизнь, потому что я так в этом нуждаюсь, чтобы Бог через вашу молитву, через мои отношения также с Ним, начал отвечать в мою жизнь и говорить мне. И здесь интересно, он говорит, а во отче. Дорогой отец, любимый папочка. Один из переводов. И знаете, однажды Бог открыл мне, что значит отец. Отец – это тот, отцы – это те, у кого есть семя. Это тот, кто способен воспроизводить детей. И не только физических, но и духовных. Состояние отцовства – это способность иметь семя, иметь слово, которое внутри тебя. И это слово, это семя, когда ты начинаешь с кем-то делиться этим семенем, этим словом, это приносит плоды в их жизни. Плоды, которые начинают изменять их жизнь. Откуда взялось это семя внутри тебя? Из отношений с Ним. Потому что Он – Отец. У Него есть Слово. Написано, что когда мы начинаем читать Библию, там написано «И сказал Бог, и стало так». Потому что Его Слово – это не просто набор букв, а Его Слово, оно несет в себе семя. Оно несет в себе силу, чтобы рождать и произращать. Чтобы рождать внутри тебя мир. Чтобы рождать внутри тебя плоды Духа. Чтобы рождать тебе радость. Чтобы рождать тебе все то, что есть внутри Его. Его природу. Его любовь. Его благость. Его милость к тебе и ко мне. И когда Он начинает говорить Своё Слово, оно не пустое. Оно имеет вот это семя, которое способно родить то, чего не видел глаз и не слышал уха. Что Бог дает любящим Его. Так вот, Отец – это Тот, у Кого есть семя. Кому подойдя, общаясь с этим человеком, ты насыщаешься, ты вдохновляешься. Почему? Потому что этот человек имеет тесные и глубокие отношения с Ним, с Богом. Поэтому написано, что сей самый Дух, Дух Святой, Он говорит Духу нашему. Он побуждает Дух наш, что ты Сын Божий, ты Дочь Божия. Тебе нужно идти к тому, у кого есть достаточно семени, чтобы поделиться с тобой, чтобы ты имел вот эту целостность. Чтобы ты имел эту полноту Божию, чтобы ты мог делиться с другими, чтобы ты мог взращивать сыновей и дочерей Божьих. Чтобы ты имел это Слово для каждого из них, которое изменит их судьбы, которое изменит их жизни, которое окажет влияние. Это Слово, высвобожденное тобой в жизни этого человека, окажет влияние на них. Поэтому здесь Писание говорит нам о том, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. И также написано в 19 стихе, ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Этот мир ожидает твоего откровения, которое ты получаешь из отношений с Богом. Мы знаем, много было совершено открытий людьми Божьими, которые имели отношения с Богом. Много прорыва было в решениях, инноваций, в медицине, благодаря людям, рожденным свыше, имеющим отношения с Богом. Много в разных отраслях, многое, что Бог давал, каких откровений в молитве народу Божьему, чтобы принести изменения. Что от чумы была придумана вакцина человеком Божьим, человеком, уповающим на Бога, человеком, который молился и искал лица Божьего. Многое, что было сделано людьми Божьими. И когда мы приходим к Богу в молитве, Бог начинает давать откровения каких-то вещей нашей жизни, решения каких-то ситуаций. Бог начинает открывать какие-то тайны, глубины просто в молитве, когда ты не знаешь ничего, у тебя нету решения, у тебя нету понимания. Но ты приходишь к Нему в молитве, в поклонении, ты начинаешь искать Его лица. И Бог начинает сверхъестественно вкладывать свое слово в твое сердце, которое приносит мир. Если ты был в суете, в раздражении, ты не знал, как решить какую-то ситуацию, то приди в молитве к Нему для того, чтобы Он начал разрешать, чтобы Он начал вкладывать мир. Я помню, что когда нам надо было срочно принимать решение, и нас торопили, вам надо быстрее принять решение, вам надо быстрее сказать, да-да или нет-нет, это или это. И мы понимали, что ни то и ни это, оно не принесет нам нужного результата. И все, что мы решили в этой ситуации, мы не будем принимать никаких решений. Мы просто возьмем сейчас гитару и будем славить Бога, поклоняться, молиться, отдавать все в Его руки. И мы начали это делать, и мы поем, а внутри разум, как написано, мы не должники плоти, да, чтобы жить по плоти. Внутри разум говорит, ну вот что ты сейчас поешь, что ты вот сейчас вот это делаешь, вот ты же лицемеришь, ты же но, ты же вот но. Надо быстрее принимать решение, люди ждут решения, люди торопятся, люди уже создали ажиотаж вокруг этой ситуации. И плоть начинает говорить, разум, мозг начинает давать свои сигналы плоти. Иди быстрее, советуйся с людьми, беги туда, беги сюда. Мы понимаем, что не время советоваться с людьми, а время искать Его лица. Время прийти перед Его лицом в молитве и поклонении. И мы молимся, и мы поклоняемся, и мы поем, и мы молимся, и мы поклоняемся. Мы не должники плоти. Потому что плоть приведет нас к смерти, к гибели. У нас, мы всю жизнь были должниками и рабами плоти. Что плоть нам говорила, то мы и делали. Мы слушали такие разные... Мы были как бы в рабстве таких поверий, которые в реальности с верой ничего не имеют общего. Мы были рабами. Я помню, когда однажды иду в школу, иду на урок по дороге. Иду. И раз, черная кошка передо мной пробежала. Я такой, надо же. Так день хорошо начинался, тут кошка черная. Бабушка же говорила, говорит, что, ну, надо же, ну, черная кошка, нельзя бежать, нельзя все. Что надо делать? А дождусь, когда кто-то пройдет первый. Стою, сзади никого нет. Смотрю, мужчина идет в пиджаке, в галстуке, с дипломатом, интеллигентный. Весь, ну, наверное, вот этот. Он пройдет, он же умный, он же не такой, как я. Он пройдет, ему не важно. Я смотрю, и он встал. Он тоже увидел ее. И он на меня, я на него, и мы стоим, улыбаемся, кто пойдет первый. Я назад, сзади никого, он назад, тоже никого. Я понимаю, я могу в школу опоздать, если долго буду стоять. И он смотрит на часы, стоит. Потом смотрю, мужчина так делает, и проходит. Я такой, слава Богу, побежал тоже. Но интересно, мы, будучи раньше, мы таким глупым, поверим, верили и жили так. А когда приходим к нему, мы иногда начинаем задавать вопросы. А почему так? А я не согласен. А у меня есть свое мнение. А у меня есть свое представление. И плоть начинает диктовать нам, как нам поступать. А зачем постоянно молиться? А зачем постоянно читать Слово Божие? А зачем? У тебя же много дел, у тебя же много всего. Зачем? Не надо, не сейчас. Как раз сейчас и надо. Как раз и молиться непрестанно надо. Как раз надо это делать. Мы живем молитвой. Мы христиане. Мы люди веры. И мы должны жить молитвой. Потому что знаем, мы знаем, что Дух Сам и свидетельствует Духу нашему. Что мы сыны и дочери Его. И мы должны прибегать к Нему. Взывая, а во отче. Отец любимый. Я знаю, что у тебя есть семя. У тебя есть Слово. Для того, чтобы разрешить любую ситуацию. Для того, чтобы быть отцом другим людям. Для того, чтобы быть человеком благословения. Даже не ради этого, но ради просто общения с тобой. Я люблю прибегать к твоему присутствию. Я люблю иметь общение с тобой. Интересно, что в Луки 18 главе 1 стихе. Там написано, что Иисус там начал говорить притчу. И Он сказал всегда молиться и не унывать. Что должно всегда молиться и не унывать. И Он там приводит притчу. Но я не буду ее читать. Я просто хочу сказать о тех словах, которые сказал Иисус. Всегда молиться и не унывать. Вот плоть, она имеет такое свойство. Приводить нас в состояние уныния. Вот если... Вот вы, наверное, замечали. Вот приходишь в Дом Божий. Бог начинает говорить твою жизнь. Бог начинает вдохновлять, ободрять. Бог поднимает твой дух. Бог наполняет тебя своей силой, помазанием. Тебе хочется жить, тебе хочется просто летать, парить на крыльях веры. Но когда ты начинаешь, выходишь из церкви, ты начинаешь жить, ты начинаешь, входишь в процессы этой жизни, какие-то атаки, какие-то ситуации. И твой дух начинает спускать тебя в привычное для себя состояние, состояние уныния. Это его любимое состояние. Твоя плоть начинает, не дух, а плоть начинает тебя туда спускать, в это состояние уныния. Это любимое состояние плоти унывать. Если ты начал унывать в какой-то сфере своей жизни, пришло время молиться. Пришло время искать Бога. Если ты начал унывать в сфере своего здоровья, это значит, пришло время молиться за свое здоровье. Пришло время молиться. Если ты начал унывать в своей семье, пришло время молиться за свою семью. Если ты начал унывать в той или иной ситуации, на своей работе, пришло время молиться. Это показывает о том, ты мало молишься за эти вещи в своей жизни. времени. Время молиться. Написано, что должно всегда молиться и не унывать. Аминь. Дьявол всегда атакует молящегося человека, потому что он знает, что молящийся человек – это самый опасный человек для него. Он знает это. Он однажды пережил в своей жизни катастрофу, когда он был помазанным херувимом. Он был сброшен с неба за свое состояние, когда он принял решение не поклоняться Отцу Небесному. Когда он принял решение, хватит ему молиться. Хватит, пора остановиться. А я что? Мне надо молиться, чтобы мне молились. И он остановил свою молитвенную жизнь, свое состояние поклонника. И он был сброшен. И он понимает, как опасно перестать молиться. И Слово Божие, говорит, в Фессалоникийце написано, непрестанно молитесь. И дьявол знает, все, что мне нужно, мне нужно остановить его в молитве. Просто остановить. Чтобы молитва для него стала скучной, чтобы молитва для них стала бременем таким. Это же молиться. Надо это сделать, чтобы они остановились. Чтобы они перестали. По одной причине. Потому что, если они перестанут, то плоть, она начнет приводить их к смерти. Как здесь написано, ибо если живете по плоти, то умрете. И он это знает. Чем меньше мы молимся, тем смерть ближе к тебе и ко мне духовная. Дьявол всегда атаковал. Помните книгу Даниила, когда мы читаем, что Сидрах, Месах и Авгинага, они всегда поклонялись Богу. Даниил или Валтасар его называли. Они молились, они искали лица Божьего. Они взывали к Богу. Они всегда открывали. Даниил открывал окна и молился Богу открыто, чтобы все видели. Сидрах, Месах, Авгинага всегда поклонялись так же к Господу. И вот дьявол понимает, что идет пробуждение в эту страну, что царь покается, вся страна покается. Что нужно делать? Надо остановить их в поклонении и молитве. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Что? И он через своих слуг начинает действовать. Создается приказ, кто поклонится незолотому истукану, которому мы сейчас сделали, когда услышите звук музыкальных орудий. Если кто-то поклонится не этому идолу, а другому, то те будут сожжены в печи огненной. И дьявол пытается остановить их через страх, но они все равно поклоняются и зовут их к царю. И царь говорит, вы слышали приказ? Вы знаете, что нужно поклониться вот этому истукану, которого мы сделали? Если вы сейчас не поклонитесь, то бросим вас в печь. Они говорят, мы не поклонимся истукану, мы будем продолжать поклоняться, молиться нашему Господу, Творцу неба и земли. И тогда берут их и бросают в печь. И мы знаем эту ситуацию, что с ними был четвертый в печи. Они смотрят и бросают в эту печь еще больше жару. И сгорают те, кто бросил их в печь. А они в печи ходят живые. И с ними четвертый. И царь говорит, слушай, они троих ли бросили? Откуда четвертый? И он не понимает, что величайший Бог неба и земли вместе с ними проходит эту ситуацию. Он остановил силу огня через людей молитвы, через людей, доверяющих ему. А воочи он не оставит тебя в этой печи одних. Любящий отец. Какой отец в виде своего ребенка, он оставит его? Когда тот болеет, когда ему плохо, когда ему трудно. Какой отец скажет, ну, пусть лежит, сам выздоравливает? Нет. Мы думаем, лучше бы я заболел. Я легче пройду это, чем он. Мы читаем дальше, когда следующий царь приходит, приходит другой царь. И мы знаем, он недолго прожил, там рука вышла со стены, которая писала слова. Ты взвешен, найден легким. Пришел конец царства твоему. Он умирает. Приходит другой царь, и другой царь, и слуги дьявола опять пытаются остановить Даниила. Другой царь издает указ, чтобы молились и просили только царя, Дария. Только просили его, никого другого, ни Бога, никого о своих нуждах. Приходили к нему и просили его о своих нуждах. И кто будет просить кого-то другого, тот будет брошен в львиный ров. И вот они смотрят, что Даниил поклоняется, молится и просит Бога. И они бросают его в львиный ров, но Бог опять, Ава Отче, Отец Небесный опять с ним. И львы не повреждают ему. И мы знаем, что как Новохода Носар сказал поклоняться Богу Сидраха, Месаха и Авдинага, издал указ, так и этот царь Дарий издал указ поклоняться Богу только Даниила. И дьявол знает это. И дьявол видит это. И его желание остановить тебя и меня. Хваляй поклонений Богу. Но апостол Павел говорит, что мы должны искать его лица, непрестанно молиться, развивать отношения с ним. Потому что твои отношения с ним, они производят чудеса на этой земле. Как знаете, мы поем песню. Песню «Я так хочу, Господь, увидеть Твою силу, я так хочу, Господь, увидеть Твою славу». Мы поем. И мы порой не замечаем славу Божию, силу Божию вокруг себя. Я когда пел эту песню, я тоже пою «Господь, я так хочу, увидеть Твою силу, я так хочу, увидеть Твою славу». И Господь мне говорит «А посмотри по сторонам, посмотри направо и налево». Это ли не сила Божия, это ли не слава Божия, тот, кто сидит рядом? Это ли не слава Божия, что Бог пришел в его жизнь и изменил это сердце? Никто не мог его изменить. Ни один человек не мог такого изменить, кто бы ни пытался. И всей общиной, и всем колхозом его меняли, и всей семьей на него оказывали влияние, и оказывали давление. Ты иди, спи там, где живи, там, где ел, там, или еще что-то. Никто не мог оказать влияние. А Господь, когда пришел, сейчас Он сидит рядом с тобой, славит Бога. Это ли не сила Божия? Это ли не действие Божье? И когда мы приходим пред Его лицо, Он дает необходимое семя, необходимые компоненты тебе, чтобы ты мог оказать влияние на этот мир, потому что все творение в надежде ожидает откровения сынов Божьих. И когда ты приходишь, какое бы то ни было место, и ты начинаешь говорить человеку вот это слово, которое Бог вкладывает в твое сердце, то оно начинает влиять, оно начинает менять этого человека. Что-то начинает происходить в его разуме, в его сердце, когда он слышит от тебя эти слова, которые несут жизнь, которые имеют это семя, отцовство, материнство, любви к этому человеку. Ты высвобождаешь действия любви Ава Отче к этим измученным, оставленным, брошенным, никому не нужным людям, но Богу они нужны. Аминь. Ты и я, кроме наших родителей, никому не были нужны. Но родители тоже не вечны. А он вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда я, помню, учился в библейской школе, я не умел молиться, я не знал, как молиться. И мы учили местописание наизусть. Я еще учился только молиться. Как вообще молиться, как развивать отношения с Богом. И мне было это тяжело, потому что я сам человек такой необщительный всегда был. Я всегда только с братом. Если я рядом с братом, то я смелый, разговорчивый. А когда его рядом нет, то я неразговорчивый, и я не знаю, что вообще людям сказать. Смущаюсь, стесняюсь, краснею, бледнею и так далее. И вот только учился молиться. И вот я пошел после учебы на работу. И вот когда я ехал на работу, я учил, у меня было карточки в кармане, я учил местописание. И вот на работе происходит такая ситуация. Мы работаем, и когда разделывали отверстие в печи, то тот, кто разделывал это, я стоял, помогал, ему просто в лицо металл брызнул раскаленный. Просто в лицо этот металл ему брызнул. И так стекло у него все. И смотрю, и лицо так, часть лица уплыла вместе с этим. И мы быстро его в медпункт увели. Ему там пеной специальной нанесли эту пену, вызвали скорую. И вот скорая пока едет, мы там доделали. И у меня внутри, иди, помолись за него. Я так думаю, я не умею молиться, я не знаю, как это. Я вот только учусь, и какие слова я ему буду говорить. Но внутри побуждение, иди, иди, пойди. И я прихожу, смотрю, он сидит в коридоре, вот перед медпунктом на табуретке сидит, все лицо в пене. Я ему говорю, идти можешь, могу. Я хочу за тебя помолиться, давай отсюда выйдем. И мы вышли с ним на улицу. И я просто начал цитировать места Писания из Библии, которые я знал. Я говорил, что ранами Иисуса ты исцелен. И начал цитировать место Писания. На все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. Римлянам 8, 37, 39. Я тогда это место Писания просто учил, и оно было в моем сердце. И я просто это Писание процитировал, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни глубина, ни высота, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Все, иди. Все, я за тебя помолился. И он ушел. Он поднялся, все, сел, там опять на табуреточку ждет скорую. Я убегаю на рабочее место, продолжаю работать. Минут через 15, смотрю, плывет мой друг-то навстречу мне. Я смотрю, пены нету, ничего нету. И лицо абсолютно чистое. Какое было, такое и есть. Я смотрю на него, и я вспоминаю, у него же все стекло. У него же часть кожи стекла вместе с металлом. А он идет сейчас мне навстречу. Какое было, такое и есть. Там же за пеной не видно, что там у него происходило. Я говорю, что такое? А врачи пену сняли. Говорят, ничего нету. Я такой, да? А как это произошло? Ну так, спрашиваю его, шутя. А как это произошло? Я-то знаю, что Господь это сделал. А он мне говорит, само прошло. Я говорю, ну да, обычно всегда так. Оно, знаешь, если металл раскаленный на кожу попал, кожа стекла, и вот так пена, она вот так наносит пеной, и оно вот само после пены восстанавливается. Это же такие нанотехнологии, наверное, сейчас. Но Слово Божие, живущее внутри тебя, и отношение с Богом, который переживаешь ты, оно имеет это семя, исцелять. Оно имеет эту силу производить это действие, исцеление, восстановление, показать Божью отцовскую любовь, любовь Ава, Отче, в твоей и моей жизни. Насколько Он любит нас, насколько Он заботится о нас, насколько Он способен проявить свое действие, насколько Он хочет этого в твоей и моей жизни. Все, что нам нужно, нам нужно вернуться к тому, от чего порой нас уводит плоть, от чего пытается увезти нас дьявол. Он знает, что если он остановит, то мы ослабеем, то смерть, она начнет подкрадываться, и мы начнем бояться смерти. Там написано, что от страха смерти люди останавливаются, останавливаются, они боятся, приходит страх, приходит страх за свое здоровье, приходит страх за свою жизнь, приходит страх за свою семью, страх за это. И страх Он останавливает действия веры внутри нас. Но когда мы приходим пред Его лицо, Он начинает делать нас смелыми, как львы, Он обновляет нас силой, как орлов, чтобы наступать на змей, скорпионов, и на всю эту силу вражью, которая сегодня приносит уныние в твою жизнь, которая сегодня приносит страх в твою жизнь. Все, что тебе и мне нужно, все, что нам нужно, это просто начать делать то, к чему Бог призывает нас, непрестанно молиться, молиться на языках, не бояться того, что ты христианин, не бояться своих молитв, не стесняться того, что я верующий. Я буду молиться, я буду поклоняться, я буду непрестанно это делать, я буду молиться своими словами, я буду молиться на языках, я буду молиться духом, я буду молиться, Павел говорит, что мы должны вообще духом молиться на иных языках, непрестанно это делать, молиться, молиться и молиться. И когда ты будешь это делать, не признаешься. Аминь. Я хочу сегодня, чтобы мы с вами молились. Потому что, когда Иисус пошел на Голгофский крест, и мы знаем, что когда Он испустил дух, то написано, что завеса, она разорвалась. Завеса, это место, место молитвы, место поклонения, куда мог приходить первосвященник один раз в год, для того, чтобы иметь общение с Богом, чтобы Бог проговорил свое слово, и весь народ ожидал, когда же священник выйдет и скажет это слово, которое имеет силу, вес, семя вот это, которое даст жизни направление на все, на весь предстоящий год жизни. Они ожидали, они нуждались. И Иисус, Он разодрал эту завесу, для того, чтобы ты и я, мы могли непрестанно, каждый день, каждую минуту, каждую секунду прибегать к Его присутствию. Он открыл путь к Отцу, своей жертвой на кресте. Благодаря Его крови, ты и я сегодня можем приходить к престолу милости и благодати. И Бог говорит, с дерзновением делай это. Не слушай слова дьявола. Когда дьявол говорит, ты лицемерно поднимаешь руки, ты лицемерно молишься, Бог тебя не слышит. Ты вчера сделал такое, что сегодня ты недостоин, чтобы Бог говорил твою жизнь. Это обман и ложь. Мы привыкли верить лжи дьявола. Дьявол обманывал нас всю жизнь. Дьявол обманывал нас все годы нашей жизни, пока мы жили без Бога, и мы привыкли слушать Его ложь. Поэтому, когда ты поднимаешь свою руку к Богу, дьявол начинает говорить, ты лицемерно поднял свою руку, Бог тебя не слышит, потому что ты, твоя жизнь говорит о другом. А ты ему скажи, пошел вон, сатана. Я поднял свою руку искренне. Я живу не твоими словами, я живу не указаниями своей плоти, а я живу верой. Поэтому я поднял ее искренне во имя Иисуса Христа. И пусть присутствие Божие сходит через мои поднятые руки. Пусть присутствие сходит через мое сердце, которое ищет его сейчас. Пусть присутствие Божие приходит. Пусть ответы Божьи приходят в мои ситуации, потому что праведный верою жив будет. И через веру сила Божия будет высвобождаться в твою жизнь всегда. Аминь. Давайте поднимемся наши ноги. Я попросил бы хор выйти сюда, на это место. Но прежде чем мы будем молиться сейчас, поклоняться, молиться на языках мы будем делать это, я хочу обратиться к тем, кто сегодня, возможно, впервые на этом месте. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Если ты такой человек, ты нуждаешься в прощении грехов, чтобы Господь спас и помиловал твою жизнь. Подними свою руку, мы хотим помолиться за тебя сегодня. Есть такой человек, кто нуждается в молитве покаяния, кто нуждается в прощении грехов. Есть такой человек сегодня? Слава Богу за вас. Я попрошу вас выйти сюда. Можете выйти, мы дождемся вас. Слава Богу за вас. Знаете, путь к Богу, он лежит. Что надо через приложить усилия? Надо даже вот, чтобы сейчас выйти сюда на молитву покаяния, надо перешагнуть через себя немножко. Потому что внутри, ну зачем, ну куда сейчас ты идешь? А Бог говорит, иди сюда, выходи, я хочу иметь общение с тобой. Я хочу изменить твою жизнь и твое решение, и каждый твой шаг Бог делает. Ты делаешь Богу один шаг, а Бог навстречу делает десять шагов. Вот порой мы идем на молитву с каким-то волнением, страхом, трепетом, а услышит меня Бог. Конечно, услышит. Конечно, Он любит тебя такой, какой ты есть. Он ждал тебя всегда, и Он любит тебя всегда. Людмила Вас зовут, да? Слава Богу. Библия говорит, что молитва, есть разговор с Богом. Я буду говорить, слава молитвы, повторяйте за мной слух, хорошо? Отец Небесный, я верю, что Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Иисус Христос, прости все мои грехи. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Тебе за все слава. Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Мы помолимся за вас, хорошо? Давайте поднимем церковь, руки наши. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Людмилу. Мы благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты простил все ее грехи. Ты записал ее имя в книгу жизни, Господь. Боже, мы молимся, мы благодарим Тебя за нее, Господь. Веди ее, направляй ее. Господь, открывайся, говори в ее сердце. Отец во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, Боже, ее отношения с Тобой будут живыми и действенными во имя Иисуса. Боже, пусть Твоя благость и милость сопровождают ее все дни жизни. А мы, Господь, благодарим Тебя и благословляем ее. Твоим святым именем во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Людмила, пусть Бог благословит вас. У нас есть для вас подарок Евангелия. Можете пройти и задать любые вопросы. Пусть Бог благословит. И народ Божий, давайте будем молиться, давайте будем поклоняться. Мы люди веры, мы люди молитвы. Поэтому как важно нам молиться. Молиться просто на языках. Может быть, у тебя есть какая-то нужда, которая долго не решается, или какое-то уныние в какой-то сфере твоей жизни. Давайте просто будем отдавать это. Может быть, даже не своими словами, а больше молиться на языках. Может быть, ты остыл, ослабел. Может быть, ты перестал доверять молитве, которая есть в твоей жизни. Может быть, ты перестал где-то непрестанно молиться. Где-то ты уже просто дежурные фразы у тебя в молитве. Ты помолился и вроде бы успокоил свою душу. Но Писание говорит, время взыскать Господа. Пришло время искать Его лица. Пришло время поклоняться Ему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!